Всем привет! Меня зовут Андрей и в начале февраля я присоединился к команде World Ballet Company в роли тур-менеджера. Вместе с артистами балета из 10 разных стран мы путешествуем по городам и штатам США. На этом канале я публикую самые интересные города и свои мнения о них. Подписывайтесь и присоединяйтесь к моему путешествию. Половина жизни в туре проходит в дороге. И это очень разные дороги. Зачастую маршрут проходит по скоростным шоссе, где слева и справа только заправки и места отдыха, и больше глазу совсем не за что зацепиться. Иногда же маршрут пролегает по живописным местам и извилистым местным дорогам, которые прорублены в скалах и соединяет маленькие городки по несколько тысяч душ. Америка очень разная и очень красивая из окна автобуса. Впереди еще месяцы, и пейзажи будут сменяться еще много раз. Но автобус с нами до самого конца тура. В дороге каждый проводит время по-своему. Кому-то удается поспать, кто-то читает, кто-то залипает на ютубе. Автобус – наш второй дом. И в отличие от гостиниц, он каждый день один и тот же. У каждого есть свое постоянное место. У всех есть настоящие подушки и одеяло. У некоторых даже пенки и спальники. Дорога и, возможно, самая тяжелая и, наверное, самая интересная часть тура. Аттенс или Афины – город-округ в штате Джорджия, США. В городе находится университет Джорджии, открывшийся аж в 1785 году. Аттенс является пятым по величине городом в Джорджии. Пока мы ехали к нему, дорога пролегала сквозь поля и отдельно стоящие домики. Попадались маленькие городки на пару тысяч человек, и этот город очень контрастирует с окружающей сельской местностью. А вот эта собачка красовалась много где, и в городе, и даже на почтовых ящиках в домах недалеко от города. Видимо, важный спортивный символ для местных болельщиков. Как это настоящий город, то у него даже есть свой настоящий даунтаун. И он клевый. И вообще сам город безумно клевый, но так как это Джорджия и уже 3 марта, то тут прям душно. Прям люди в шортах, в майках. И даже не по-калифорнийски. В Калифорнии сейчас, кстати, шторм бушует. Там сейчас холодно, мокро, сыро. А здесь тепло, душно, и люди наслаждаются хорошей погодой. Вот этот университет штата Джорджии. Посмотрите, как красиво, зелено, мило. Мешеходная улица. Ну, правда, кусочек небольшой, перегражденный ограждениями, но все равно очень мило. С этой стороны вход в университет штата Джорджии. А здесь, смотрите, какая красота. Уже зацвели какие-то деревья. И прям невыносимо хорошо. Вот такой вот монумент. Очень много людей катает на великах. И гораздо более белый город, чем тот, в котором я был уже в Джорджии. Прям значительно отличается. Тут достаточно много бомжей, достаточно много асоциальных элементов на улице. Но вместе с тем город гораздо более ухоженный, гораздо более чистый. И население тоже совершенно другое. Хотя эти два города находятся друг от друга на совершенно небольшом расстоянии. Архитектура смешанная между какой-то архитектурой прошлого века и достаточно новыми свеженькими зданиями. Очень приятный вид у города. Но не забывайте, это Джорджия. Летом здесь кошмар. У меня язык не поворачивается назвать хоть один город в США древним. Но этот город относительно самой страны все-таки достаточно древний. Поэтому здесь очень красивые здания, которые сохранились еще с тех лет, когда здесь строили красивые здания. Вот прямо сейчас это театр, в котором мы сегодня выступаем. Внутри театр оказался тоже красивым, большим, но, что самое главное, очень гостеприимным. Поработав уже в нескольких театрах, я понимаю, насколько важна взаимодействие и сотрудничество местного персонала. Несколько слов о том, насколько тяжело работают артисты. Обычно мы приезжаем в театр примерно за 4 часа до спектакля. И все это время артисты проводят в тренировках и в репетициях. Ни минуты покоя, постоянная работа. Вестерн далека, далека от идеала и от того места, где мы сегодня выступали. Ехали сюда полчаса, но номер достаточно большой и достаточно вместительный. Это радует. Вид радует гораздо меньше, чем размер номера. Это лучше, чем бывало в некоторых других местах. Во время спектакля у меня была возможность поговорить с менеджерами того театра, в котором был спектакль. И это небольшой городок, всего 170 с лишним тысяч населения. То, что отличает его, по их словам, это наличие университета. Того самого, который я вам показывал. Так вот, они говорят, что летом это прекрасный город. Ну, если только не задумываться о погоде, которая очень влажная и очень жаркая. Но вот зимой население города практически удваивается за счет студентов. И они говорят, начинается... Ну, все то, что начинается, когда появляется много молодежи. В остальном, они говорят, что это прекрасный город, если не думать о погоде и о количестве учащихся. Хотя, с другой стороны, именно благодаря тому, что тут есть университет, город выглядит так, как выглядит. А я увижу вас завтра. Я продолжаю путешествовать со скоростью один город в день. Так что материалы на этом канале будет много. Обзор городов, обзор гостиниц и, конечно же, потрясающий балет. Не забудьте подписаться и порекомендовать друзьям.